Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на новенькое видео по игре Microsoft Flight Simulator. Этот ролик не будет привычным обзором, либо каким-то привычным первым взглядом. Я всё-таки, наверное, поделюсь своими ощущениями, своими эмоциями и, возможно, даже каким-то своим опытом, потому что в эту игру я играю уже, если мне не изменяет память, где-то, наверное, с февраля 2020 года. Да, я являлся альфа-тестером, бета-тестером, я прошёл через все просто муки, которые только возможны. Я играл в самый сырой продукт, где не было слова по оптимизации вообще какого-либо. И сейчас я, на самом деле, рад, что приложил к этому продукту руку, что вот, ну, хотя бы совсем чуть-чуть, но частичка моего времени, частичка моей, не знаю, чего-то там, да, вот она в этой игре отразилась. И прямо это действительно очень-очень приятно. Ну, это всё, ребята, лирические, на самом деле, отступления. Если сказать о игре, вы наверняка уже насмотрелись кучу роликов. Они там уже, наверное, недели две-три, если не больше, гуляют по интернету. И, в принципе, вы уже наверняка поняли, о чём эта игра. Но я просто вот хочу поделиться своими ощущениями, своими эмоциями. Это реально, ребята, самая большая игра, в которую я когда-либо играл. Я знаю, что симуляторы полётов, они все большие, они все очень дорогие, они все очень требовательные. И Microsoft Live Simulator, к сожалению, тоже не исключение. Вам понадобится просто какой-то невероятный по мощности компьютер. Но вот если я, допустим, на своём, на характеристиками ОПК, можете в описании посмотреть. Максимум, где я смог выжать 60 фпс, это Full HD настройки и, соответственно, ультра настройки графики. 60 фпс, ну, вроде бы, более-менее как-то держится. При 4К, ну, максимум на ультрах, я могу выдавить где-то 20-25 фпс. Несмотря на то, что я постоянно нахожусь в небе, как бы, ну, вопрос такой логичный, наверное, у большинства возникает. Как так? Ты же находишься в небе, почему 20 фпс ещё происходит? Ребят, игра обрабатывает очень-очень-очень большой поток информации. И вам для игры, комфортной игры в Microsoft Live Simulator понадобится хорошее соединение с интернетом. Это, наверное, даже должно стоять во главе угла там, да, нежели чем какая-то высокопроизводительная система. То есть у вас должен быть хороший, стабильный интернет, потому что игра всё подтягивает из интернета, все карты и прочее, прочее, прочее. Но, конечно, всё это можно настроить, везде это можно выставить какие-то лимиты, чтобы такой своеобразный файл подкачки у вас хранился на компьютере. И, в принципе, оттуда игра постепенно-постепенно это всё подгружала и не так особо сильно нагружала интернет. То есть, да, в зависимости ещё, опять же, от уровня детализации самолёта. Самолётов самих не так много, конечно, как хотелось бы, но, блин, ребят, стоит всё-таки отдать должное разработчикам за то, что они сделали Боинги, они сделали малую авиацию, они даже сделали кукурузник. Блин, ну, на самом деле, вот от самого-самого-самого маленького самолёта до огромного Боинга, такой носорог, которому прям нужны реально длинные полосы, потому что с полосы в своём родном городе Омске, к сожалению, да, я не смог взлететь, мне просто не хватило полосы для того, чтобы на нём взлететь, он реально огромный. Что касаемо, ребят, детализации городов. Да, если вы будете лететь сверху, вы совершенно спокойно узнаете свой родной город. Вот я буду говорить за свой родной Омск, над которым я налетал просто невероятное какое-то количество часов, и он весь уже изучил, как только смог. Я нашёл, кстати, свой дом, то есть, в принципе, сверху смотришь, находится всё ровно в тех же самых местах, все те же самые дороги, тропинки, переулки, всё это видно. Но, ребята, стоит отметить, что всё-таки снимки берутся-то сверху, бинговские снимки спутниковые, и не совсем всегда точно определяется, допустим, этажность, да, домов. То есть, где-то, допустим, дом может быть пятиэтажный, а сверху-то непонятно, какой он этажности, он может стоять там, ну не знаю, десятиэтажным, допустим. То есть, вот такие расхождения возможны, но, в принципе, если смотреть на это всё в целом сверху схематично, очень даже всё похоже, прям реально всё один в один. Так что, пожалуйста, друзья, имейте это в виду, и не обвиняйте в этом разработчиков, потому что реально очень сложно, очень много. Я даже не знаю, сколько человеку часов бы понадобилось для того, чтобы просто вот сделать всё реально как один в один, чтобы ваш дом был похож вот прям вот один в один на тот, который в реале. То есть, вы должны понимать, что это всё генерируется автоматически, исходя вот из тех спутников, которые, исходя, точнее, из тех спутниковых снимков, которые приходят, соответственно, с космоса. То есть, ну вот самый простой пример, в Омске, здесь у нас на районе, есть памятник, где стоит вертолёт Мишка, да, то есть, он как бы стоит нормально, всё хорошо и гуд. Когда я пролетал над этим местом в игре, вертолёта этого, естественно, не было, но была просто снимок сверху, да, то есть, видно, как там лопасти от этого самого вертолёта. Всё это видно, как будто вот сверху-то непонятно, и ты смотришь настоящий спутниковый снимок, и там один в один всё так же. То есть, как будто бы это вот просто что-то нарисованное на земле, полной 3D-модели нет, то есть, имейте это, ребята, пожалуйста, в виду. Таких артефактов, к сожалению, очень-очень много. Допустим, самый такой явный, это аэропорт города Мирный, да, вы все наверняка прекрасно знаете, что там огромный такой есть карьер. И если смотреть снимки со спутника, там, получается, в середине карьера такое небольшое озерцо имеется. И в игре это сделано вот так, как вы видите сейчас на своих экранах, то есть, да, видно этот огромный карьер, а в середине просто вот непонятно что, какой-то постамент, и где типа озеро. То есть, ну всё это генерируется автоматически, естественно, если игра понимает, да, вот эта вся система построения земли, понимает то, что это типа якобы какое-то озеро, но оно не может же быть где-то там в глубине в какой-то непонятной, да, то есть, оно вот его сравняло вот так вот с землёй. А так оно видит то, что вроде бы, да, это полость, а посередине вода, то есть, ну, и сгенерировало таким образом. То есть, ну, я думаю, наверняка, если на форумы все эти баг-репорты будут отправляться, в принципе, это всё поправится без каких-либо проблем. По системам, ребят, я не профессионал, я не берусь сейчас говорить какими-то профессиональными терминами, чтобы дураком не показаться. Я вот говорю просто по-простому. Вот обычный простой человек, которых очень сейчас много придёт, на самом деле, в Microsoft Live Simulator, просто тупо полетать, просто тупо посмотреть, поэтому много везде будет по интернету глупых вопросов. Ребят, профессиональные симмеры, не обижайтесь на нас, мы только учимся, помогайте лучше нам, как-то вот что-то где-то. Ребят, по системам, наверное, это одна единственная игра, в которой настолько реалистичные облака. Я реально офигел от того, насколько круто это всё смотрится, это всё можно настраивать, вся система погоды полностью настраивается. Более того, можно это всё дело подтянуть из реальной жизни, то есть, да, ну, есть там небольшие, к сожалению, расхождения. Видимо, это вот всё из-за передачи данных зависит, может быть, от скорости интернета. Ну, допустим, яркий пример был у меня, когда в Омске, опять же, здесь у меня был дождь, я то же самое поставил в игре, то есть, нажал «Живая вот эта погода», да, синхронизировать с реалом. В игре просто пока летали тучки, то есть, видимо, она где-то с каким-то другим сервисом синхронизируется, и какая-то есть вот небольшая задержка, стоит это понимать. Кстати, ещё, ребята, что хочу сказать, все самолёты, которые летают в реальной жизни, есть в этой игре. Они на карте помечены такими зелёненькими маленькими самолётиками, их видно прям при самом-самом-самом-самом максимальном приближении, но, тем не менее, всё равно, вот самый простой ориентир, это просто встаньте над каким-нибудь аэропортом в Москве, там, в Питере, в любом другом загруженном аэропорте мира, и вы увидите, что вот он действительно летит. Опять же, есть небольшое расхождение, возможно, самолёт уже зашёл на посадку, а в игре он только-только-только ещё готовится сесть. То есть, ну, небольшая, если такая, рассинхрон у нас имеется, как бы, да, но это ясно, понятно, что такое дело будет. А так, в принципе, вы его даже можете увидеть в игре, он будет, естественно, какой-то стандартной моделью самолёта, он не будет один в один в той же самой Ливрея, то есть, вот, не будет такого, да, не совсем это прям такой реалистичный симулятор, что вот по коду рейса он определяет, в какой Ливреи там какой самолёт летит и т.д. и т.п. То есть, нет, вы просто его реально увидите в игре, он будет пролетать, там можете даже подсказку себе подставить, чтобы плашка над ним была, и он будет пролетать мимо вас, и вы увидите, что это за самолёт. То есть, ну, вот такая вот, ребят, история. Я, на самом деле, под большим остался впечатлением, как вот погода, и погода просто это, вот, я не знаю, там, это и грозы, там, такие молнии реалистичные, и чуть-чуть ветер добавишь, там, настроек просто куча. Я даже не во всех из-за все эти полгода-то ещё и смог разобраться. То есть, где-то чуть-чуть там подвинешь, всё, всё сломалось, всё по-другому, там, самолёт шатает, вываливается, он ведь, короче, управлять становится крайне сложно. Но, ребята, игра очень дружелюбна к новичкам, то есть, я вот прикинулся таким, ну, я и есть, по сути, новичок, и только, исходя вот по подсказкам, я самолёт с нуля мог завести. Совершенно спокойно он стоял с нуля, я подключил к нему питание, там, граунд-сервисы все повызывал. Меня выкатили на полосу, я спокойно выехал, всё это с нуля. Игра это всё подсказывает, она все кнопочки, все клавиши выделяет, по чек-листу вы всё делаете без проблем. Нажимаете на кнопочку, вас переводят именно на эту кнопку камерой, вы нажимаете там, делаете всё. То есть, не стоит её бояться, она очень дружелюбна, но, в то же время, можно все помощники вообще нафиг отключить. В самолёте, в кабине работает 99% клавишек, кнопок, тумблеров, всё это рабочее. Ух, это просто, ребята, какое-то безумие. Я переисполнен реальными эмоциями, но, может быть, единственный минус, конечно, это всё-таки цена этой игры, низкий входной порог, это 4000 рублей. То есть, вы должны отдать 4 косаря, за то, чтобы купить базовую версию игры, и, в принципе, как бы можете уже летать. Насчёт пиратки даже не знаю, наверное, вряд ли она вообще когда-либо появится. Ребят, на этом всё. Блин, я даже не знаю, что ещё добавить столько всего в голове. Я пытался это всё дело как-то систематизировать, да, собрать это всё в единый какой-то сценарий, потом плюнул просто, думаю, ай, ладно, я расскажу так, как я чувствую. Так вот, я вот прям проникся за эти полгода в эту игру, и я вам на самом деле завидую. Я бы вот хотел реально себе стереть память, и вот уже в готовый продукт поиграть. Просто сесть в него, всё это начать с нуля, забыть всё то, что было раньше, насколько она была неоптимизированной, и сейчас прям вот просто играть одно удовольствие. Ребят, я желаю вам приятных полётов, надеюсь, что это видео вам понравилось. Пусть оно такое сумбурное, но вот это моё личное мнение, как я эту игру увидел, как я её почувствовал, и как она мне понравилась. Она мне действительно понравилась. Я никогда раньше так не горел авиасимами, как после этого. Друзья, спасибо вам всем огромное за внимание, спасибо вам всем огромное за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал. Скоро у нас уже 100 тысяч. Обалдеть просто. Невероятный год. Всё, друзья, пока-пока. Увидимся.